Приветствую вас, и вы знаете, порекомендовать вам жить отдельно, на мой взгляд, самый простой вариант, который, ну, легче всего сделать, и я имею ввиду, с точки зрения, посоветовать легче всего. Не думаю, что такая рекомендация, это то, чего вы, например, могли бы ожидать, ну, скажем, от психологов, в принципе, потому что психологи, ну, по крайней мере, я так считаю, должны все же как-то по-другому отвечать. Вот. Хотя, насчет, насчет именно отдельного жилья, я безусловно согласен. Просто хочу сказать, что жилье, отдельное жилье не решит именно, знаете, вашу проблему, то есть проблему с матерью. То есть мать, она как пила, да, она, в принципе, так пить и будет. Вопрос заключается в том, чего вы хотите. Вот хотите вы ли вы, например, ей, допустим, помочь вашей маме? Хотите вы ей, допустим, как-то облегчить, например, ее жизнь? Или вы хотите сами просто-напросто уйти из этой ситуации? Вот, пожалуй, в чем основной вопрос. Если вы хотите помочь своей маме, то здесь, на мой взгляд, важна такая ситуация, почему она стала пить. Вот, она же, если я правильно вас понял, она начала пить, ну, какое-то время назад. То есть она не сразу в этом начала делать, не все время. Значит, что-то ее сподвигло, значит, какие-то моменты, какие-то аспекты в ее жизни все же случились, что она начала употреблять алкоголь. И вопрос заключается в том, почему она его стала употреблять, что случилось, какие события в ее жизни произошли и так далее. Вот это вот, на мой взгляд, является одним из самых важных вопросов. Если вы проясните его и поймете, почему ваша мама пьет, и постараетесь сделать так, чтобы обстоятельства, которые могут на нее влиять, вот таким образом, чтобы эти обстоятельства не оказывали на нее воздействия, да, если вы можете это сделать, то я рекомендую вам это сделать. Я рекомендую вам сделать так, чтобы ваша мама все-таки не испытывала вот таких вот конфликтов, противоречий, мучений, если угодно, и так далее. Вот. И после этого ей самой будет легче обратиться за помощью, например, к наркологу, например, к врачам, чтобы они помогли ей с этим состоянием справиться. Потому что вот пока есть у нее основания для того, чтобы пить, пока есть вот эти раздражающие факторы, она и будет это делать. И, как вы говорите, начинать истерить, выносить всем мозг, это... истерия – это болезненное желание привлечь к себе внимание. Ну вот, вопрос заключается в том, как раз, зачем человек это делает. Зачем человек пытается привлечь к себе внимание, да, почему ей этого самого внимания, ну, например, не хватает. Чем это продиктовано. Вот подобные аспекты и являются на самом деле очень важными. Подобные аспекты являются на самом деле принципиальными в этом вопросе. И, соответственно, чтобы вам ответить более полно, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на данную ситуацию. Постарались своей маме помочь, чтобы все-таки не просто убежать от проблемы, а чтобы вот подумать, почему она начала употреблять алкоголем. Вот вы говорите, что Махмад еще продолжительное время пьет. Продолжительное время она, может быть, и пьет, но при этом она же пила все-таки не всегда. И вот именно с этого я и хотел бы, чтобы вы начали. И чтобы вы подумали, постарались как-то что-то сделать, постарались своим маме как-то помочь. И вот если не получится уже, тогда да. Тогда нужно, безусловно, рассматривать вариант отдельного жилья исключительно как единственно возможным. Ну, хотя бы потому, что у сестренки на этом фоне, как вы говорите, развивается депрессия. Ну, кстати говоря, депрессию еще нужно диагностировать, то есть не тропитесь, ставить диагнозы сами. Это довольно легко, но не надо этого делать. Пусть все-таки диагнозы ставят врачи. Если вам понадобится помощь в анализе того, что произошло с вашей мамой, с вашей семьей, а алкоголизм в любом случае это вследствие определенных негативных происшествий в вашей жизни, семейной жизни, в жизни вашей мамы, то я думаю, вам нужно будет выбрать эксперта и поработать с ним на эту тему. А у меня все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы именно ко мне, пишите в личку по боку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!